МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дачи и дачники – это так пошло, простите. Не я сказал, а Раневская в чеховском вишневом стаде. Пошло или нет, дело, конечно, личное, но дачный сезон стартовал, и вот весьма ударно. Об этом и будем сегодня говорить. Это другие новости. В студии Иванова Варов. Здравствуйте. И мы начинаем. Итак, вместо отпуска за границей на морском песочке в этом году россияне предпочитают отдых за городом. Спрос на аренду дачи увеличился аж на 8% по сравнению с 2017 годом. Причина тому весьма проста – рост курса валюты. В этом году дачи сдают помесячно или просто на выходные, а не как раньше на весь сезон. Причем самые дорогие дачи в Крыму и Московской области, а самые низкие цены в Забайкальском крае – чуть больше 4 тысяч за месяц. ни в Турцию, ни в Египет, ни, упаси Господи, в Дубай, не хочет наш с вами землячка Лидия Николаевна. Свою дачу она обожает и считает это место лучшим отдыхом и для души, и для тела, и для сердца. Почему так? Полина Ганчева съездила в гости и все выяснила. А здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники. Вот и пришла пора. Сегодня мы с вами будем... А сегодня мы с вами будем продолжать череду солнечных майских праздников. Только вот теперь вокруг вместо лесной опушки и шашлыков будут грядки и рассада. Так что все те, кто еще не успел в этом году доехать до дачи, самое время это сделать. Проверяйте шпинат, укроп, петрушка, лук. Одним словом, все устойчивы к холоду и сырости культуры. Все это к сегодняшнему дню, если вы опытный дачник, уже должны были посадить. А для нас, новичков, ликбез провела агроном по защите растений с 40-летним стажем Лидия Николаевна. Для нее дача давно стала любимым местом и работы, и отдыха. Ни в Турцию никуда. Никуда не хочу. Я хочу на землю. Городская жизнь, она замечательная, но она, наверное, не для меня. Я, например, не могу сидеть в городе на лавочке, просто ничего не делая. Конечно, как любой человек, я и устаю на даче, и начинает что-то болеть, и тяжело, и несложно. Но мне это очень нравится. Я здесь отдыхаю душой. Только вот до 4 соток исцеляющей душу земли еще нужно добраться. Электричка с редким расписанием, а потом 2 километра пешком. Но Лидия Николаевна с подругой предпочитают автобус и 3 километра пеших прогулок по лесу. Говорит, полезно. Вот так дача и в форме держит, и с флорой встречи устраивает. Впрочем, встречи эти бывают разные. Вообще, с животными в этой местности все даже слишком хорошо. К дачникам приходят то зайцы, то змеи, то даже кроты. Питаются эти особи в основном либо редиской, либо земляникой. Заяц-разбойник, на которого охотится весь кооператив, местные пиявки, живность на каждом углу. Но святая неприкосновенность любого огорода – теплица. Привилегированное положение здесь у перцев. Высажены исключительно буквой «П» под постоянным контролем. Да и сорт-то в этом году генеральский. Маршал Жуков называется. Я приезжаю на дачу, я ставлю вещи на крылечко и начинаю обходить участок. Ну не то, чтобы я уже здороваюсь там с каждым растением, но я, по крайней мере, смотрю на них и отмечаю, что ага, вот уже расцвели. А эти только собираются, ага, вот эти надо полить. Говорит, одним чухом все не сделаешь. Каждый сезон – новая шарада. Нашей съемочной группе Лидия Николаевна устроила практическое занятие. Посадили морковь и доказали – материал усвоен, можно применять на практике. И сезон открыли, и полезное дело сделали. Внимание всем садоводам и огородникам. Новый сорт моркови. Первый – Ярославский. Ну что ж, ну теперь вот к Лидии Николаевне на сбор урожая нам, видимо, предстоит ехать. Но мы двигаемся дальше. Чистому полю они, конечно же, предпочитают поля футбольные, но не прочь позаниматься и грядками. Это я сейчас о футболистах говорю. Среди них, оказывается, тоже есть заядлые дачники. Правда, в основном не по своей воле. По воле жены, конечно, потому что цветочки, кусточки, огурчики, помидорчики – это у женщин не отнимешь. А мы – строители, добытчики, привозчики, и создаем быт на дачных участках. Свободное время помогают супруге, если оно предоставляется. Честно говоря, вот сейчас планы какие, если сезон закончим, и будет две недели более-менее спокойной работы, подготовительной к сезону, уже следующему постараюсь своими руками что-то сделать, какие-то поделки. Вот это мое хобби. У меня в Гаврииловьяме есть небольшой дом, там есть небольшой превосадебный участок, и мы там в основном цветы выращиваем. Ну и газон я еще люблю, так как без газона никуда. Ну и немножко есть небольшая теплица, где мы выращиваем там немного помидор, немного огурцов. Как времени хватает на все? И на футбол, и на огород? Очень просто. Вот возишь сначала в середине весны жену на дачу, и периодически приезжаешь. А она там находится все время. У русского человека без дачи нельзя представить себе. Я полностью за дачный сезон. У меня дачами занимаются тесть моя и жена. Я их поддерживаю в основном морально. Это как? Словом. И, конечно, финансами. Что обычно сажаете? Что может быть необычное ворачиваете? Название цветов я вам не назову. Это не мое, честно говоря. Цветы, только цветы. И маленькая-маленькая два на два грядка для зелени на стол. Есть розы, плетистая роза, еще несколько кустов рост. Ну и остальные тюльпаны сейчас вот уже начинают вот-вот зацветут. Ну, астры там, ну какие там еще. Ну такие самые обыкновенные в основном наши. Есть у меня два кустика винограда. Уже в том году была кисточка одна. Только начали выращивать кисточку винограда. Ну и, конечно, там всякие ягодки. Ну а сейчас посмотрим, товарищи дачники и не дачники. Вам особенно будет интересно, что в приусадебном тренде в этом сезоне. Итак, арбузы целый марафон запустили подмосковные дачники. Призывают в этом году всю Центральную Россию высадить на своих грядках бахчевые, а затем выкладывать в интернет фото урожаи и хвастаться друг перед другом у кого и что, собственно, выросло. Идем дальше. Сейчас увидим, вот, пожалуйста, синяя клубника. Синяя, она уж слишком популярна в этом году. Специальные семена можно заказать в интернете. А вот это белые огурцы, они тоже в тренде. Семена, говорят, продают на рынках. Ну и самая модная дачная история 2018-го. Не прут или вновь бассейн, а самодельная джакузи с подогревом и гидромассажем. Полистайте интернет, там есть инструкции и советы, как вот сие чудо сделать. Ну а теперь предлагаю нам с вами отправиться в путешествие по региону и взглянуть на креативных дачников. Таких историй в архиве первого Ярославского немало. Впрочем, есть там еще одна заядлая любительница вскопать грядку. Но живет она не на Ярославской земле, зато известна на всю страну. Смотрим. Его сложно узнать, но если приглядеться, то станет ясно. Перед тобой маленький Володя Ульянов. На дачной аллее пионеров и комсомольцев вождем мирового пролетариата отведено особое место. Это деревня Алферова, Некрасовский район Ярославской области. Агроусадьба Петра Софтена здесь зародилась еще в начале нулевых. Направо пойдешь, на аллею лечебных камней попадешь. Налево пойдешь, музей сельского труженика найдешь. В экспозиции старые добрые советские пластинки и элементы крестьянского быта. Петр Петрович рад видеть на своем участке каждого и случайно проезжающего мимо путника и заядлого горожанина, жаждущего с головой окунуться в сельскую дачную жизнь. Баснословные деньги из участка продали бы? Я бы продал по дешевке, потому что никому оно не нужно. Понимаете, ясно. Ну что мне? Я сегодня живу, завтра. Ну уж не в душу вкладывали. Ну и что? Если бы я на тот свет взял вот это все с собой, я согласен. А душа-то у меня уйдет одна, без этого останется. И мои детки ждут, когда ноги протянут, чтобы продать. Был по дешевке, они не хотят. Вот система какая. Деревня Кокарева. Все в том же Некрасовском районе. Страус – местная достопримечательность. Его на свой участок привезли в прошлом москвичи, а ныне – заядлые дачники. Теперь гордятся не карьерным ростом столицы, а весом и размером страусинных яиц. Вообще все с нуля. То есть ухаживание за птицей. Что такое птица, что такое яйцо. Это прикольно. То есть все друзья, знакомые сами сюда приезжают, отдыхают. Им здесь больше нравится, чем в Москве. А это знаменитая на всю страну бабушка Валя. Блогер из Краснодара ежедневно постит то воспоминания молодости, то советы по работе на приусадебном участке. А то и вовсе всех фолловеров пригласит на пирог. Друзья, приходите на пирог с мясом. Эх, ну пирог, наверное, был вкусный, но вот жаль, что баб Валя живет далеко. А так бы вот наведался к ней в гости. И да, кстати, чуть не забыл. Ярославские дачники. Теперь за вами следят с квадрокоптера сотрудники МЧС, дабы вычислить тех, кто костры разводит на своем участке и сжигает мусор. Штраф от двух до четырех тысяч рублей. Поэтому отдыхайте с душой, как говорится, но и меры безопасности соблюдайте. Ну а информационные итоги этой пятницы в программе «День в событиях». Одна из тем сегодня бесплатный Wi-Fi появится в глубинке региона. У меня на этом все. Хорошего вечера. На дачу, на дачу, мы едем всей семьей. На дачу, на дачу, там отдохнем с тобой. На дачу, на дачу, мы едем всей семьей. На дачу, на дачу, там отдохнем с тобой. На дачу, 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 мы едем всей семьей. На дачу, 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 там отдохнем с тобой.